Здравствуйте, мои дорогие! Как меня слышно? Помашите мне ручкой, если вы меня хорошо слышите. Помашите мне, чтобы я понимала, что вы меня хорошо слышите. Да, всё хорошо. Я всех приветствую в этот вечер. Угу, хорошо. Замечательно. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, мои хорошие. Добрый вечер, Елена. Ой, так мелко мне сердечки. Так люблю, когда сердечки вот эти вообще. Это просто, знаете, вот когда видишь эти сердечки, когда они так вот в Инстаграм, какое-то даже такое чувство появляется, что вот прям как в детстве радостное. Ну, может быть, это только у меня, не знаю. Шикарная вообще вот эта штучка, которую придумали в Инстаграме. Я её тоже всегда пользуюсь, когда прихожу на эфиры кому-то. Да, здорово. Здорово. Так вот. Сегодня у нас интересная тема эфира. Тема где-то серьёзная, я поэтому, знаете, такая делать официально. Вы меня многие и не видели в таком именно образе. Ну, когда-то я хотела этим образом показать, хочу вам показать, что я когда-то тоже была именно в тех ситуациях и в тех именно условиях, в которых сейчас пребывает много женщин. Вы, пожалуйста, подключайтесь. Ну, кто-то меня, может быть, не знает. Меня зовут Ольга Мира. Я эксперт по естественному омоложению. Успешно в этой области будут 20 лет. Применяю свои авторские методики без применения лекарств, БАР и методов современной косметологии. То есть я работаю на восстановление всего и всех наших тел самостоятельно, активируя все те внутренние ресурсы, которые заложены у нас с момента рождения. И так как вы видите меня в моей результате, которую я выкладываю на своей страничке, вы понимаете, что это реально. Что это прям вообще реально. Так, хорошо меня видно. У меня тут сегодня сломалась лампа. Моя большая. И я не знаю, как у меня освещение. Поэтому мне чуточку непонятно, как вообще я выгляжу. Так как я люблю свое очень тело, свое восстановленное тело. И я, конечно, его всегда стараюсь показать именно по всей своей красоте. Вот так хотела сказать. И я всегда показываю девочкам, что это действительно возможно. Мне 57 лет. А кто меня знает, и вы должны понимать, что после 50 жизни она такая же, как и до 50. Вот я скажу вам сейчас такую фразу, которую, может быть, девочек кого-то встряхнет, и они как-то встрепенутся, и поймут, что вообще ничего не происходит с тем, что у вас отсчитывается года. Это я вам официально заявляю. Я давно уже перестала ставить разные дни рождения и отсчитывать, сколько мне лет. Когда очередная реклама только запускается, я отсчитываю, сколько же мне лет. Иногда забываю. Поэтому сколько вам нет, столько, сколько вы внутри себя их насчитали. Скажем так. Я недавно, недавно, я давно уже набираю пятый поток своего курса «Лучшие версии на его тело» и постоянно выкладываю результаты участниц, посты, ближе к этой теме. И, конечно же, недавно поближе к запуску пятого курса я выложила свои личные результаты. Конечно же, они вдохновили многих людей, многих женщин. Я получила много восторженных откликов, но и получила много таких, которые... Немного. Были такие, которые я чувствовала, что люди с недоверием и с некой какой-то завистью. Именно... Ну вот вы... Вам хорошо? Вы такая. Ну да, мне хорошо. Я такая, да. А кто это такое сделал? Да, конечно, я. Не вы же... Не вы меня сделали. Правильно? Никто-нибудь, не сосед, не родственники. Это все сделала я сама. И, конечно же, мне сейчас легко, правда. Мне легко, комфортно. Я с радостью, с легкостью иду по-женски, по своей жизни, потому что я еще и женский тренер. За этот промежуток стала, когда я стала расти. Да, когда я свой личностный рост стала осуществлять с момента точки А, где я была когда-то. И вот в момент сейчас прошло много времени. И, конечно же, девочки, я понимаю, как непросто сделать вот этот первый момент, шаг первой ступи. И вот во что-то новое. Вот это что-то новое, это, понимаете, это новый шаблон. Это тот шаблон, который именно вам необходимо создать. Вот эта фраза, которая в конечном итоге меня повела на этот эфир. Я недавно совершенно отправляла анкету девушке, которая спрашивала именно у меня условия участие в моем курсе «Лучшая версия моего тела» в волшебном курсе трансформации. И я, когда увидела, я не поставить эту анкету составляю. Я составила анкету с теми вопросами, которые меня интересуют, лично меня. Почему я так говорю? Потому что на этот курс попадают не все. Этот курс трансформационный и я отслеживаю людей, которые приходят на этот курс. Почему? Потому что помимо создания своего тела у человека меняется и идут трансформации на всех уровнях. Уровень мозга меняется, уровень осознания меняется и они меняют всю жизнь. Естественно, когда я чувствую, что у человека атак, как я тело-целитель, энерго-целитель и владею не одной инновационной квантовой техникой, которая дает мне право именно проводить такие осцеления по новым методикам. У меня их три и я их непосредственно применяю, исходя из беседы с человеком. А так как я свой курс провожу именно на уровне своей целительской деятельности, то, конечно же, я вопросы задаю именно такого плана. Я сразу считываю, я умею считывать, у меня есть возможность считывать информацию людей с закрытыми глазами, не важно, где они находятся, на каком континенте даже, и работают психической энергией. Мне порой необходимо настроиться на человека, на его образ, чтобы понять, какая воля его внутри. И, конечно же, вопросы не случайные. И вот, когда я стала после анкеты задавать вопросы милой, красивой женщине грустным взглядом, пытаясь поглубже ее именно считать, эту боль, то наткнулась, конечно, вот на то, что очень сильный болевой укол внутренний. И решила вот именно провести такой вот именно открытый урок, не открытый урок, прямой эфир, чтобы вы понимали, что когда вы думаете, что у меня другая ситуация, как написала мне эта девушка красивая, вы ошибаетесь. У всех ситуации подобные. Абсолютно у всех. Нас отличает только то, что одни в этих ситуациях погрязли, и смакуют их, жалеют себя, кто-то начинает воздействовать жалостью, когда надоедает себя жалеть, нужно же выходить искать публику, и начинает уже переходить на близких, и уже тут манипуляции родных, близких, мужчин, детей, всех, кто рядом. Конечно, человек не хочет, он не понимает этого осознанно. У него глубокая боль внутри, внутренняя боль, она им руководит. Но руководит на самом деле им мозг, мозг, который гоняет по старому шаблону. А у него нет нового шаблона, почему он гоняет? Он бы с радостью вас в новую ситуацию и двинул, как я говорю, волшебный пендель дал. Но он не знает этого шаблона, у него, если у человека нет этого шаблона, мозг его не выведет из старого. Вот в чем такая вот нелепость или хитрость мозга. Я называю эту ситуацию девочки очень просто, чисто по-женски, по-девчачьи. Я говорю, девчонки, ну, у вас мозг дурит, подкрутите винтики. Вот эта моя волшебная фраза «подкрутите винтики», она вообще не обидная, потому что действительно нужно просто-напросто поговорить с собой и научиться доносить что ты хочешь до мозга. Вот самое главное. И именно вот это самое главное девочки не могут делать. И они застревают, они застревают в этой ситуации и начинают гонять ее по кругу, обсасывать, знаете, с разных ракурсов на ее смотреть, потом придумывают еще, начинают такой момент еще придумывания. Девочки начинают, жалость уже отпадает и надо что-то новое, и они начинают еще замунисливать что-то себе придумывать, придумывать, то есть иллюзионировать, то есть чудачить, но только в минус на себе. Вот. Что нужно, необходимо сделать в этом случае? В этом случае нужно сказать себе, так, сесть перед зергами и сказать, хватит, я устала ходить по кругу, мне необходим, если я не могу справиться, мне необходим человек, человек, который мне покажет дорогу, или меня возьмет за ручку и выведет из этого, покажите мне, покажи мне мозг, покажите мне, хоть к кому обращайтесь, вы запускаете именно вы просите помощь, и она к вам приходит. Но здесь важно уметь увидеть эту помощь, уметь вот эти моменты вокруг себя не погрузиться обратно вот в это, на чем вы сидите, вернее, в чем вы сидите, именно в то болото, а именно осознанно посмотреть вокруг и посмотреть, что за новые люди приходят, что за люди приходят, которые вроде как вам или нравятся, или наоборот раздражают. Ну, раздражают, например, какими-то вопросами, как я даже ничего особенного не делала, вдруг увидела, как я раздражаю этого человека. Я-то профессионально работаю, вижу, что человек выходит именно на эмоции негатива. Я сразу поняла, что человек не может выйти из этого круга, из этого круга, по которому ходит долгое время. И действительно, он будет ходить очень долго. Девочки любят по этому кругу ходить. Второй этап этого круга начинает обвинение. Да, потому что надоедает, жалеет себя, придумывает. Потом начинают девочки оглядываются женщины, и говорит, так, ну кого мне найти виновника в этом? Вы же они находят, естественно. Кто кого? Себя-то любимого не хочется обвинять. Как это, себя любимого обвинять? Это же надо покопаться в себе, это же найти надо. Что же такого я делаю не так? Принять это, что я делаю не так? и начинать дорогу к новым трансформациям. А как? Идти куда-то вверху. Это, конечно, женщина не думает об этом. И она начинает искать виновного. И в этом круге, конечно, она находит первых близких и начинает обвинять, как правило, мужчин. Я очень много девочек слышу этого всего, что в последнее время говорят женщины о наших мужчин. Хочу сказать, это все не правда. Эту ложь женщины придумали под воздействием. Я вам сейчас скажу ту правду, которая вообще на самом деле идет. Это правда запущена в социум. что и она очень быстро набрала обороты, мутирует, отрастает негативом, деструктивом и уничижает наших мужчин. То есть я сейчас говорю о русских мужчинах, о россиянах. Будет мнение, что там на западе лучше, там где-то лучше. Наши они никакие, они вот такие-такие начинают перечислять. Потому что ко мне на консультацию приходят женщины, я понимаю, о чем я говорю, я не голословно говорю. Я говорю то, что мне озвучивают женщины. Так вот, во-первых, вы это делаете сами со своими женщинами, со своими мужчинами. То, как с вами мужчины поступают, это значит, они вам транслируют, что вам нужно изменить, что женщинам необходимо изменить. А порой женщина не хочет это менять. Ей на самом деле вообще нормально в этом болото. Ее холят и лелеют, ее, можно сказать, некоторые партнеры ее облизывают, ведутся на ее головной боре, хочу-не хочу, не хочет, она себя оздоравливает, ну, дорогая, вот, ее поголовки гладят, лелеют, а она совсем погрязла как-то болнуться и вообще чувствует себя там королевочной. Так вот, хочу сказать, что даже сейчас, когда видят женщину меня, мой пример, видят мои фотографии, какая я была, да, эти фотографии, девочки, я даже не в своем альбоме собрала, потому что в то время, когда я была вот такой больной, с огромным, с этим телом, которое постоянно увеличивалось и я вообще не знала, что с этим делать, с этими болезнями, с этими головными болями, да, с этим нежеланием секса, так все это у меня было. И я очень быстро разрушила свой чудесный брак, в котором пребывало 21 год, где я вырастила мужа прекрасного, да, у меня, я ничего не хочу сказать, я никогда не скажу своему бывшему мужу, более того, тогда, когда в том времени я была, я все сваливала именно на него, я все сваливала именно на всех, всех обвиняла, кроме себя, любви. И сейчас я вижу, что также многие ведут себя женщины, абсолютно так же. Но я могу вам показать выход и сказать, почему это происходит, потому что женщина не хочет выйти из того шаблона. Более того, ей навязывают извини, что мужчины наши плохие, а если они плохие, то я вообще ничего не знаю, что делать, где его искать, что мне дальше идти, куда. Для начала нужно разобраться в себе, восстановить себя, изнутри восстановить себя, восстановить здоровье, запустить процессы омоложения и только потом оглядываться и вступать в новые отношения и искать себе партнера. Бесполезно. Вот в таком состоянии полного раздрайва, в котором приходят женщины и просят создать новую пару, это пенитеризация придет опять такой же мужчина, который женщина будет опять обвинять. На самом деле мужчины и там, и здесь они одинаковые мужчины создаются в голове девчонки со всеми качествами в голове. А то, что сейчас происходит и уничижают наших русских мужчин, это совершенно неправильно. Это знаете, почему происходит? Давайте углубимся в историю. Русские мужчины, славяне и россияне, это не только славяне, те, кто в Россию входил, все народности были сплоченные государства, мощное государство, которое было победителем. Его нельзя было сломить, потому что мы были вместе, мы были едины. И естественно, мужчины в то время, у них опора была, где? У них две опоры были. Тыл, это была спина, это была женщина, которая, она целиком и полностью была уверена в мужчине, и целиком и полностью она знала, что этот мужчина, мой мужчина самый лучший. И так из древней, из древней девочки было. Даже когда, знаете, есть в древности княгиня Ольга, она своего мужа отправляла на очередную, когда он на очередную там битву уходил, битвы, как раньше назывались, произошла неудача, не всегда он выходил победитель. Есть такой эпизод в жизни именно наших победителей. И он растерял почти все войско и пришел к стенам. Что вы думаете сделала Ольга? Она не пустила его, она не открыла ворота. Она вышла. Когда он с остатками пришел, она вышла и сказала иди и победи. И не открыла ворота. Вы понимаете, какая была сильная, какая внутренняя сила у женщин была. Она понимала, что она в это иди и победи, она вложила такой запас энергии и такой потенциал мужчине, что он развернулся и понял, что ему некуда идти, пока он не станет победителем. Он собрал остатки войска, пришел к победителям. Я вам рассказываю этот случай для того, чтобы вы поняли, что наших мужчин специально уничижают, специально размазывают, а потом будут размазывать всех и женщин в том числе. теперь и как потом получилось. Не получилось победить. Никак не получилось. Никогда. Никаких войн. И начали спаивать. Начали спаивать мужчины, потом женщины. Женщины присоединились. И когда женщины стали пить наравне с мужчинами, что никогда не позволялось на время Руси, никогда не позволяли женщинам пить. Вот тогда началось уничижение наших мужчин. Вот тогда женщины стали наравне с мужчинами пить, курить, с ними соревноваться, показывать, что они сильны. Знаете, женщине не надо показывать, что она сильна. Женская энергия это самая мощная энергия. И мужчины это знают на самом деле. Ему не надо показывать, ему необходимо, чтобы энергия была рядом, чтобы он ощущал, чтобы он восхищался женщинам. А чем восхищаться сейчас нынешним российским мужчинам? И посмотрите, мужчины, женщины равны с мужчинами. Более того, они приняли на себя именно в раздеправлении полностью, целиком омужичились. Я не побоюсь этого слова, потому что они омужичились полностью, потому что они стали зарабатывать и больше мужчин. И уничижать в этом тоже не продвигать мужчину, чтобы он восхищался женой и искал средства, расширял свои возможности. А наоборот, каком прокатываться по мужчинам. И затем они стали вместе выпивать, курить вместе. Понимаете, и мужчина стал видеть в своей спутнице друга. И они приходят ко мне и говорят, он не в постели никакой. Я говорю, а ты в какая? У тебя энергии-то нет, я же энергетический потенциал сразу считываю. Она, да, энергии нет. что ты хочешь? У тебя болезни, энергии нет, болезни женские. Вот там у тебя, там, там, да, да. А что ты хочешь? Ты развалила всю жизнь, ты развалила себя внутри и развалила всю жизнь снаружи. что ты хочешь от мужчины. И вот сейчас, смотрите, а мужчина, когда такой момент, обратите внимание, когда он не стал получать поддержки, когда он не стал получать энергии от женщины, поддержки от женщины, он видит, что здесь нет женщины рядом. Они стали искать поддержки друг у друга. Вот у вас к чему это привело? Они стали парами уединяться. Вот, пожалуйста. Как женщины могут как и создать, как и разрушить. Так вот, больше половины женщины, которые приходят ко мне, они уже разрушились. Кто-то только начинает разрушаться и приходит и принимает руку помощи и начинает восстанавливаться. А кто-то уже, знаете, на таком этапе, что, ну вот, сообщения пошли, на таком этапе, что тело разрушено и собирать на себя очень непросто и не знает, как собрать, не знает, с какой стороны именно подойти к этому. И здесь, конечно, первый шаг необходимо сделать что? Научиться работать с мозгом девочки. Да. Я долго думала, что мне вам предложить на 8 марта. И пришла к тому, что я вас приглашу бесплатно на открытый урок. я создам открытый урок и приглашу всех, кто хочет идти в новое, в создание нового, здорового, молодого тела, в создание новой жизни, прийти ко мне на открытый урок моего большого платного курса «Лучшая версия моего тела» и пройти бонусом, то есть в подарок к 8 марта. Я вам даю возможность заглянуть именно внутрь этого курса, примерить на себя, как это проходит, с чего это начинается, какой шаг нужно сделать, где эта помощь и подходит ли она мне. Понимаете? Напишите, пожалуйста, что вы меня понимаете, что этот подарок вам к лицу. на 8 марта. Да. Так вот. Да, конечно, супер. Конечно, девочки, супер. К лицу. Конечно, к лицу. Это очень хороший подарок, девочки. Это роскошный, можно сказать, подарок. Потому что это идет во-первых, бонусом. Во-вторых, вы не только получите именно полезное, полезное, но и узнаете 5 причин, как остаться навсегда в старом разрушенном теле. в я открою секрет, 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 как остаться в этом теле ныряхлом и дальше идти в разрушение. Это очень интересно, конечно. У нас будет очень интересный открытый урок. я уже знаю, как я его проведу, так, чтобы вы осознали, так, чтобы вы поняли, насколько женщине подвластно все. и, конечно же, вы поймете, почему в вашей голове стало такое отношение к мужчине. И после курса, как многие мои девочки, подкрутят винтики, подкрутили, вот многие девочки подкрутили винтики в голове и они уже, у них новая жизнь, другая жизнь, в которой они создают уже новую, создали новую себя. Исходя из того, какую они себя создали, они уже другого мужчину качественного, с качествами другого по списку составляют список и создают именно таких партнеров себе. То есть ищут, кто ищет, тот всегда найдет. Они уже себя не винят и никого не винят, что такие мужчины рядом. Мужчины везде одинаковые, скажу вам. И там, и здесь. Я много путешествую и много знакомлюсь с мужчинами на всех континентах и вы знаете, что мужчины везде одинаковые, они только говорят по-другому. И бесполезно искать на западе каких-то мужчин. Женщина только себе головную боль доставляет еще и препятствия создает, как обучается другому языку. Но это, как правило, создают именно те женщины, которые идут по мужскому направлению, именно о которых я говорила, которые в роде мужчины, которые вот с шашкой и на ковне, и на танке, и вот именно таким образом. Когда и в какое время? Хороший вопрос. Девочки, открытый урок будет у меня десятого. Это будет послевкусие. Я так понимаю, что у вас будут корпоративы, я же знаю. Затем поздравления будут девичники, я это тоже знаю, потому что у меня это же все было и есть. Затем у вас будут поздравления ваших родных, близких, кругу, семьи, ваши любимые вас будут поздравлять. Конечно, девятого числа вы можете отдохнуть после этого, а вот десятого как раз вы в хорошее настроение придете ко мне на открытый урок, который будет в записи для тех, кто придет, для тех, кто зарегистрируется полностью, оставит свои почту, телефоны, заметьте правильную почту, правильные телефоны, чтобы не было у нас казусов, как некогда было раньше. Одну почту оставляют, управляют, но другую. И, пожалуйста, девочки, ну, загляните в папку спам, что вам это стоит. У вас два варианта, куда может прийти вам ответ от меня. Либо в обходящие, либо в папку спам. Другого варианта нет. Нет и не будет. И когда вы заглянете в папку спам, то вы увидите подарок от меня сразу. Понимаете? Десятого числа, десятого марта в шестнадцать часов по московскому времени, то есть вот как сейчас мы, я проведу открытый урок первого занятия моего в папку курса, на котором вы узнаете очень много, много, и после которого вы уже поймете, как разрушить, смотрите, что вы поймете. Вы поймете, как разрушить старые убеждения, что это вам подгласно. вы поймете, как создать новое, как научиться контактировать с мозгом, хотя бы на уровне, на нулевом уровне, на начальном уровне, вот только-только. Затем вы поймете, как создавать новое. Я вам это скажу, как, я вам это покажу, вот примеры, я вам прям по-девчачьи, по-девичьи все это расскажу. Девочки, я вам скажу, почему вам необходимо, вам прям нужно идти вот на этот открытый урок. Я вам скажу, почему. Потому что вот для тех, кто еще думает идти, не идти, восстанавливать мне тело или еще манипулировать с собой, с своими родными, близкими или мужчинами, своими болячками, которые как грибы после дождя растут, нарастают. Так вот, для тех я скажу, что у меня очень интересный проект, который близится и который я запущу в скором времени. Этот проект будет, девочки, для мужчин. Да-да, я органирую. Буду восстанавливать мужскую силу, я буду оздоравливать наших мужчин. Я недавно ездила на Бали и у меня в одном месте пошла очень интересная информация. Каждую ночью я сейчас эту информацию распаковываю и у меня очень четкое представление, как восстановить наших мужчин. А теперь внимательно напрягитесь. Те, кто не хочет выйти из старого шаблона, из старого тела, напрягитесь и отбросьте убеждение, свое убеждение, что у меня там нет того, я там чего-то придумала себе. Ваши мужчины найдут веру на этот курс. Но только поймите, осознайте такой момент, такой момент, вы так где будете после того, как ваши мужчины начнут пробуждаться и восстанавливаться. В каком месте вы будете, в каком болоте вы будете, напрягите именно свое серое вещество в ваших красивых уголках и заставьте его работать на себя. Потому что мало того, что молодые девочки, которые сейчас очень активно начинают пробуждаться и это именно это такой очень мощный косяк новых женщин, так еще и женщины именно те, которые в возрастном периоде, они тоже идут в это накопление и активно омолаживаются, оздоравливаются, но у них есть очень много преимуществ и самое большое преимущество, которое нет у молодых веночек, это их опыт, это их мудрость, которая неоценима, ее нельзя оценить. поймите, что молодые девчонки, они не конкурентные женщинам, которые вступили на путь именно после 50 или до 50 на путь оздоровления, омоложения и личностного роста. Вот это костяк новых женщин. Многие пишут, знаете, вот я в ленте смотрю некоторые в каких-то мероприятиях участвуют, уже пишут статьи, с такой даже как издевкой, ой, развелось только тут всяких женских тренеров, так вы радуетесь, что развелось, у вас же возможность пойти у одного, взять у другого, не может один тренер входить на другого, никак не может, вообще ничем, у каждого тренера свое, и у вас есть возможность, причем, если есть такой выбор, таких специалистов, то, естественно, и вы можете пройтись по всем, и взять то, что именно вам необходимо, и повысить именно свои вибрации, свое осознание, то есть выйти из этого болоца дерьмового, простите за скобность речи, в котором многие сидят годами, выйти из него и пойти в новое направление, в то направление, где вы будете идти с походка в бедра, вы же видите, я же результаты своих девочек тоже выкладываю, но это не единичные результаты, тот, кто приходит на курс восстановления молодости и здоровья, они получают алгоритм, и те, кто идут по алгоритму, они получают все, не все оставляют отзывы, да, не все оставляют отзывы, может, я плохо прошу, потому что у меня мало времени на самом деле еще на это отвлекаться, потому что у меня много целей и много интересной работы, чтобы откатываться назад и кого-то там просить, если да, оставляют отзыв, я очень рада и посылаю энергию благодарности, а моя энергия благодарности, она очень ценная, человек, когда быстренько еще получает такой, можно сказать, волшебный пендель от пеи, что он быстренько еще, ух, через уровень перескакивает, поэтому оставлять свои отзывы на него, это очень ценно, не все еще понимают этого, и, ну, может быть, девочки, они так быстро начинают шагать вперед, что потом, когда у женщины все хорошо, она уже забывает, что у нее был такой период, когда это у плохо, это у нас такое есть, у девочек, вы вспомните, мне как сегодня сегодня, меня Лена пытала, почему вот вы там через год, через год вы там что-то не собираете, как там ваши, да у меня столько клиентов, девочки, вы слушаетесь, я вживую работаю профессионально более 10 лет, вы понимаете, более 10 лет, и, и, знаете, я бы, у меня не было столько развития у самой, если бы я сидели и ковырялась в своих тех работах, потому что я вот поехала, как я еду куда-то, меня направили, мне проводили, я поехала, я поехала, и мне пришла информация, информация пришла, и я новый курс уже провожу в еще более училинном варианте, в улучшенном, результаты еще быстрее, девчонок, понимаете, как это происходит, и мне некогда взглядываться назад, и собирать там кто, что, кто не успел со мной, тот опоздал, вот как это происходит, и сейчас у вас возможность вообще хорошая, именно, попасть на это, именно посмотреть, что у меня на курсе делается, подкрутить себе винтики в голове, и решить, например, для себя раз и навсегда, найти средства, вы же находите средства, и покупаете новые айфоны, залезайте в кредиты какие-то вообще, чтобы купить вообще то, что вам потом и не нужно, деньги есть у всех, я же работаю с денежным потенциалом, денежный потенциал, для тех, кто, у кого не знает, это потенциал, данный на поправорождение, и он есть у всех, опять же, если женщина не умеет подкручивать именно там винтики, у нее нет денег, а если она умеет, то у нее их деньги всегда, на ее удовольствие, на ее радость, на ее движение вперед, на ее здоровье, омоложение, деньги всегда находятся, абсолютно вам точно говорю, поэтому, когда я запущу курс для мужчин, у них обязательно надо сидеть, у ваших партнеров точно надо сидеть, поэтому давайте подсуетитесь, быстрее подкрутите винтики в голове, и приходите на мой открытый урок, бонусный урок, еще раз повторяю, подарок я вам даю, 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 даю этот урок, где вы для себя поймете, как работать с нашим первым помощником. у вас, у вас, девочки, первого помощника вообще нет другого, вот в общении, не придумывайте себе, что там, помощница, там, ассистентка, там, еще кто-то вам помогает, нет, этих людей вы быстро можете поменять, когда что-то пошло не так, вы не можете, у вас не идет в том направлении только тогда, когда вы не умеете работать именно с музыкой, и именно на открытом уроке я вам покажу, как это делать, научу, и вы увидите, почему у моих клиентов такие результаты и так быстро они идут, шагают в мою жизнь, и все у них получается, потому что, во-первых, получается у меня, поэтому получается у них. Что касается вот по тому, как некоторые задают вопросы вот по гормональному фону, ну, девочки, гормональный фон вообще легко изменить. Это тоже секрет-секретный, который я открываю на курсе, и который устраивает, более того, я устраиваю эту голову и красные головки моих учениц, потому что без этого здоровья, молодость нет. И бесполезно там что-то на лице делать, какие-то полоски, какие-то бандажи придумал. Что-то вы скажите, вы когда-нибудь видели меня с какими-то полосками на лице или какие-то бандажи я бы на шее или еще куда-то распосабливала? Мне это смешно 57 лет. и когда я вижу 35-летие девочки хвастаются своей молодостью и при этом показываются, как они сохраняют якобы свою молодость какими-то полосками, глупыми на лице или там на шейке, мне это удивительно смешно, потому что может быть не там, не там они ищут. Я хочу вам сказать почему не там, потому что они не подошли к возрастному периоду, потому что для них это еще игра, для них еще восстановление какое-то, они играют в молодость, они думают, что да, они вот это могут, там в голове что-то поправят, но поправлять-то надо во всех телах, не только в голове, а поправлять надо тем, кто прожил этот этот опыт, кто не только прожил, но и улучшил свои результаты, и не только улучшил, но и обучил уже людей, и уже получил у людей результаты, понимаете, смешно хвастаться молодостью в 35 лет, прям смешно, потому что они в 35 лет, они такие же, как я, в 57 лет, вот, поэтому девочки тоже, я сейчас обращаюсь к возрастным девочкам, которые необходимы, пусть молодые идут девчонкам к тренерам, это тоже хорошо, инструкторы, они, конечно, не эксперты, девочки, эксперт не может быть в области обложения моложе 50 лет, не может, это я вам официально заявляю, потому что я в 35 лет занимаюсь этим, и я знаю все об этом, об этих процессах, и я точно вам скажу, что эксперт, который серьезно может об этом говорить, он может говорить об этом только после 50 лет, не раньше, когда он пройдет очередные именно гормональные возрастные изменения, на себе испытает это, поймет, как это происходит, поймет, как это восстановить можно, и только тогда он может передать. По-другому никак не происходит. Это серьезно на самом деле, и очень хорошо, что на самом деле появилось много девочек, которые начали заниматься этой темой омоложения в 30-35 лет. Это хорошо. Они так называемые инструкторы. Ну, есть же вот и те, которые, например, тренеры именитые, которые имеют авторские методики. Есть такие, которые просто комплекс упражнений выучили и гоняют людей. Это две разные вещи. Но это тоже хорошо. Они приучают девчонок именно с такого периода заниматься собой. И это тоже хорошо. Просто я вам говорю для того, они молодцы. Я вам говорю для того, чтобы вы понимали разницу. Разницу и осознавали, куда вам, в какую сторону смотреть. Если вам вы до 35 лет, то, пожалуйста, конечно же, реально можно девочку подходящую найти, тренера, в таком возрастном диапазоне и вместе с ней идти. Потому что тренеру в этом, открою секрет, секретный, тренеру в этом периоде, который встал на этот путь в 30-35 лет, хорошей компании, легко идти именно туда. Это тренера, тренера, тренера. Поэтому и компании собирают хорошие. И это тоже здорово. Но если вам к 50-ти, за 40 и дальше, вам это не подойдет. Это пустая трата времени. Вы просто потеряете время, во-первых, а во-вторых, это самое ценное. И уверенность, что это вообще реально. запустить восстанавливающие процессы изнутри. А это все делается изнутри, а не снаружи. Никакие полоски, бандажи не помогут. Более того, все то, я вам официально могу заявить, что зная все процессы тела, создавая авторские методы, которые работают уже более 10 лет, и они действенные, естественно, если они работают и применяем людям более 10 лет, я знаю принцип действия регенерации всего в нашем организме, абсолютно всего, и на клеточном уровне тоже. Поэтому здесь необходимо знать все, не витать в облаках, не уходить только в медитации, потому что мы живем на физическом плане, и у нас физическое тело, у нас физические органы, которые необходимо восстанавливать, восстанавливать, приводить в порядок, это не сделать где-то там. Это дополнение, работа с мозгом, это дополнение, которое может ускорить результат. Понимаете? Это один из восьми модулей моего курса. Один из восьми. Понимаете, как? Сколько необходимо еще знать. А чтобы это знать, это надо прожить. это надо не только прожить, это надо восстановить себя, это надо иметь результаты. Вы понимаете, по какой схеме. То есть, на самом деле, это все достаточно непросто, как это показывают некоторые рекламы, но вы уже видите путь. Вы видите путь, как и куда идти. и с кем под ручку. Если вам ближе за сорок, вы идете со мной под ручку, потому что там интереснее, потому что там много чего интересного. Вот. Если вам до сорока, вы можете перебирать более молодые три. Вот. Что я еще хотела бы сказать? Вм, что не нет? А? Во-первых, это выбор женщины. Выбор это самая главная точка отчета. Точка отчета, которая выведет именно из той ситуации, когда девочка говорит, у меня не та ситуация, когда я говорю, а вот у меня, вот у моей, а там вот того-то, а она говорит, нет, у меня вообще другая ситуация. У меня там вообще так вот, вот так, вот так, вот так. И это еще сложнее. но эта сложность она придумывает сама, потому что у нас у всех разные ситуации, но они по одному типу. И естественно, если строптивость именно присутствует в головном мозге, то есть есть такая программа строптивости, то есть она отторжение, строптивость это отторжение, это вот начинает ковырять, выискивать, оправданить, сомнения разрастают, мозг не хочет просто осознавать молодость шагов. И он дурит, он дурит хозяйку. И хозяйка, как маленькая девочка, она ведется на поводу. Потому что, да, потому что так и происходит. Она не хочет выйти из этого, ей там тепло в этом болоте. Поэтому необходимо, необходимо подумать по-другому, необходимо вытащить себя именно на действие на какое-то, хотя бы на какое-то девочке, хотя бы на какое-то. То есть слушать меня, как некоторые говорят, я вас и сегодня я опять анкету получаю, опять очередная девочка говорит, для меня все девочки. Очередная женщина мне пишет, я за вами слежу более года, в течение года, что-то такое. Да не надо за мной следить, за мной надо идти, подгребаться и быстро идти, ноги в руки и бегом, потому что я иду очень большими шагами, семимильными, и девочки тоже за мной идут такими же шагами. И если вы упускаете этот момент, вы остаетесь на бочке. Если женщина упускает момент какой-то, который ей дают, она слабочая. Но мы сейчас живем в таком мире, где очень скоростное время, очень быстро все идет, технологии быстро меняются и все ускоряется. И почему, думаете, девочки даже не могут найти от меня письмо в папке спам? Ну, потому что они даже вот этого не хотят. Даже здесь они не хотят подкрутить что-то где-то. И напрячь мозг, ну, где же там Анатолия письмо-то. Нету его, он тут не вижу, не хочу смотреть, ну, даже не хочу. А некоторые пишут, а что, я должна искать его? я вот что, должна искать его? так вот, да? Ну, ищи, сидим в болотце, понимаете? Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Какой, пожалуйста, вопрос? Говорите, еще напишите. Все очень быстро мелькает, девочки. Я же говорю, скоростной перевод. Все быстро уходит вверх. Я вообще, так как я говорю и смотрю, у меня еще запись идет на YouTube, и мне приходится говорить в два окна, где-то мельком читать и не забыть сказать то, что я хочу. Понимаете, как это непросто? Я же тоже женщина. Ну, если вам очень интересно, что-то, пожалуйста, напишите мне в директ. Я всем отвечаю, абсолютно. Каждому все, если я никого не оставляю без вопросов, никого без ответа, я на все вопросы отвечаю. Смотрите, вы сейчас можете, уже сейчас выложена ссылка на моем аккаунте Instagram, и вы можете пройти на страничку, вот это на главную, на ссылочку пройдете, и по ссылочке увидите розовый, подарок, вот такого цвета. Вот я специально одела, чтобы сфокусировать, блин, внимание вашей девчонки, чтобы вы не потеряли, уже все там убрала, оставила только курс, и вот такого цвета, именно прямоугольничек, чтобы вы уткнулись своим красивым взором именно туда. чтобы вы поняли, не потерялись нигде, и пришли туда, куда я вас приглашаю. Но если вы опять и тут-там не найдете, есть вариант написать мне Витьку, просто-напросто написать мне вопросы и сказать, ой, ну я хочу, я хочу присутствовать, пожалуйста, дай мне ссылку, или просто написать, ну хочу, и все, я пришлю ссылку на этот открытый урок, потому что я хочу вам делать подарок. Какие еще вопросы у вас? Я очень все конкретно объяснила, на этот раз я объяснила вот так конкретно, чтобы ну понятно было со всем всем, прям всем всем, и чтобы вы поняли серьезность вообще мероприятия, и чтобы вы поняли серьезность того момента, что в каком вы, в какой точке А вы сидите. Есть точка А, а есть точка В. Точка А это это та точка, где вы сейчас. Точка В это та точка, куда я вас проведу. Нарисуйте себе в голове сейчас где вы и куда вы хотите прийти, что вы хотите в точке В. И приходите, и приходите, и вы найдете ответ на моем открытом уроке из первого курса, из первого занятия моего большого платного курса трансформации лучшая версия моего тела, где я трансформирую, даю трансформацию на всех, именно на всех заметьте телах, не на одном, а на всех. то есть я работаю со всеми телами. Вот так, очень интересно. Да, написала, я написала второй раз вопрос. Я отвечу обязательно. Малитина, да, я отвечу вам обязательно, потому что сейчас я не могу зайти посмотреть, где это, надо меня тоже посмотреть, где можно. зайти туда, куда я вам анкету я поняла, кто вы. Я вам отвечу. Необязательно. Вот. По вопросам, пожалуйста, можете и пост писать, и я вам буду интересно сейчас пост кидать, в ленте кидать именно по этой теме. И каждый 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 моем посте девочки есть ценность. Я просто так фееричные посты редко пишу, крайне редко. У меня есть только посты еще благодарности, которые я благодарю людей, которые хочу выделить, чтобы опять же двинуть их немножко вперед. И в каждом посте я пишу ценности. А те ценности, которые я увидела в людях, они тоже принесут пользу и всем остальным. Поэтому пустых у меня постов нет, пустой информации нет. Вся информация ценна, она распакована в виде идет, и она доступна для всех. Только вы принимаете все. Ну что, хочу попрощаться с вами. Я всегда веду один час эфир. И пожалуйста, заходите, пишите, приходите. Всего вам доброго и светлого. С вами как всегда я вновь меня. Пока-пока. Субтитры Субтитры Продолжение следует...